Добрый день, поменял сим-карту. Сейчас продолжаю трансляцию. Идет подготовка к штурму на этом местечке. Информация уже подтвердилась. С разных сторон подогнанные машины и автозаки, и машины национальной гвардии, и машины колышнего беркута подготовлены тросы, газовые резаки для резки заборов. И сейчас здесь они спокойненько разворачивают себе цепи. Что я предлагаю делать людям, у которых есть совесть, которые считают, что за свои права нужно бороться, и которые помнят, для чего был Майдан, помнят, почему погибала и за что погибала Небесная Сотня, помнят, каким образом проводили, за что шли хлопцы на восток, за какую страну. Первое. Если вы не можете сюда прийти, вы можете просто сейчас сделать репост, информацию разогнать по интернету. Второй вариант. Вы можете сюда прийти вместе с хлопцами и стать и девчатами на защиту лагеря. И обращаюсь. Видите, вот тут начинается уже заворачивание транспорта. Вот там дальше стоят автозаки. Со стороны Мариинского парка развернута в основном Национальная гвардия и полиция. Со стороны Грушевского перекрыта с обеих сторон скорой помощи. Приготовлены кусачки, газовые горелки для резки заборов. Обращаюсь специально к тем людям, которые говорили о том, что они здесь протестовали, что они с народом. Говорили, что они не для выборов занимаются организацией людей. Они хотят сменить систему. Они хотят тех же самых требований, что и те, кто здесь находятся. Вы можете сейчас хотя бы просто сообщить о том, что здесь происходит. Не отмораживаться или прислать тех прихильников, которые у вас есть. Если, конечно, вы действительно с людьми. Хлопцы и девчата спокойно ко всему это относятся. Ко мне подходил только что журналист спрашивает. Ну, вас же явно меньше. Что вы собираетесь делать? Я собираюсь быть с людьми, среди людей. Я не считаю, что если кого-то меньше, то необходимо опускать руки. Если бы мы так делали в 2014-2015 году, когда не было армии, когда Путин просто-напросто собирался отхватить пол-Украины, то закончилось бы все совершенно по-другому. Сейчас хотя бы у страны есть шанс, есть время, чтобы измениться. Не буду проводить массу исторических примеров. Вот вы видите, люди начинают готовиться. Тут Тачевские подстанции, тут Батрен-Донбасс, тут хлопцы Сайдара, тут киевляне, которые уже успели подойти. Можно долго ржать в комментариях о том, что где же люди, а можно быть просто здесь. Кто-то армия из одного человека, кто-то из группы людей. Каждый отвечает перед совестью, перед своими детьми, перед будущим, за то, что он делает. Люди, которые здесь, они свой выбор сделали. Те, которые не здесь, сделали его тоже. Жду тех людей, которые сейчас видят, могут сюда приехать, приехать. Чем больше здесь будет людей, тем больше возможности защитить и лагерь, и хлопцев, и маленький островок свободы, который сейчас есть здесь, в Украине. Те, кто не может, сделайте репост, разместите информацию по группам. Это очень важно. Вот Егор Соболев пришел. Дружи, не вижу много депутатов. А где они? Почему они не сидят людей? Что там происходит в зале вообще? Сидят, обговорюють закон про зовнішнюю рекламу. Я думаю, если сейчас будет зачистка, то это общая операция многих народных депутатов из оппозиционного блоку, из блоку Петра Порошенка, из Народного фронта и самого президента Зарсеном Аваковым. Сегодня в порядке денному закон про антикорупционный суд. Это одна из решений, из которых мы сюда вошли. И спроба зачистить в этот момент табор, протяжении Белого дня, без любого причины, это спроба зервать голосование за этот закон. Я прошу всех, кто может сейчас прийти сюда, под парламент, защищать это важное решение, защищать людей. Если вы не можете прийти, поширьте эту информацию, пожалуйста. Спасибо. Еще раз, то есть информация про Зачевскую подтвердилась. Сюда стянуты большие силы внутренних войск. Я не хочу так называть ту часть Национальной гвардии, которая занимается только помощью в разгоне. Людей, митингующих и протестующих против того беспредела, что происходит в стране. Сюда стянуты силу Калышного Беркута, в том числе и тех людей, которые новые сейчас пришли и готовы вступить в ряды разгонщиков, скажем так. Подготовлены уже устройства для резки заборов, скорой помощи, пожарные машины. Проводится оцепление. Сегодня, сейчас в парламенте будет рассматриваться законопроект про антикоррупционный суд. И я так понимаю, они хотят устроить тут бойню, для того, чтобы иметь основание за этот суд не голосовать. Показать западным дипломатам о том, что смотрите, мы тут ни при чем. И продемонстрировать, что, несмотря на полное отсутствие доверия к власти, Порошенко незаконными методами может наводить порядок. Вот с этой стороны, вы видите, тоже проходит оцепление. Мы уже видели, что испытывают кусачки, испытывают газовые резаки для резки заборов. Со всех сторон сейчас лагерь окружен машинами, машинами, нацполицией и нацгвардией. Есть еще время подтянуться. Мы не можем сейчас точно сказать, что это. Это просто сегодня дана команда Порошенко, который наконец решил продемонстрировать не закон, а свою силу, независимую от закона. То ли это попытка сорвать голосование за антикоррупционный суд, вот что предположил Егор Собли. Я не могу постоянно быть на звездку. Видите, приходит перемещение, ходит подготовка. Но еще раз подытожим факты. Вчера поступила информация, что на сегодня будет готовиться зачистка. С утра подошли сотрудники полиции, об этом предупредили. Согнано большое количество нацгвардии и полиции. Сейчас кусачки, резаки ими опробованы. Происходит полномерная подтяжка сил. Все те, кто может приехать, прошу сюда сейчас приехать на помощь людям. Все те, кто приехать не может, репост. У кого много времени, максимальный репост по группам. Друзья, не важно сколько нас. Самое главное, пока будет жив хоть один украинец, который готов бороться за свою страну, наша страна не будет побеждена. 14-го, она тоже была сначала кучка. Сначала на Майдане, потом на фронте. Потом поднялась вся страна. Уверен, что несмотря на то, что сегодня здесь будет, все будут вести себя достойно. Останутся вместе с людьми. Слава Украине. Ну, прошу помочь тем образом, который я сказал. Дякую.